15 лет назад Наталья Лещинская приобрела однокомнатную квартиру в центре города. И вот уже 15 лет ее новое жилье приносит одни траты и расстройства. Бывшие владельцы считают, женщина банально передумали продавать имущество после того, как она вернула его к жизни, сделав капитальный ремонт. Тогда же начались и судебные тяжбы. Соседи вспоминают прежних хозяев с содроганием. Там был бомжатник, ну так сказать, если это. Там приходили алкаши, все, запущенный парень был. Вплоть до того, что ванну вынули, а к нам тараканы ползли, запахи жуткие. А вот недавно в деле появились новые обстоятельства. После того, как Наталья Лещинская в суде доказала свои права на квартиру, оказалось, что последние пару лет она судилась заочно, с покойником. Супруга одного из владельцев решила заявить таким образом свои права на наследство. Почти три года они скрывали смерть своего мужа. И потом, когда в дело вступил новый адвокат, это бывший судья Приморского района, они решили поменять, как говорится, суть иска. И решили, что, ну, одна четвертая, наверное, им мало, давайте всю квартиру заберем. Теперь гражданка России настаивает на выселении нынешних собственников. Соседи говорят, никогда новую претендентку на жилплощадь не видели. А вот Наталья довела квартиру до ума. Изначально в однушке ничего, кроме матраса, не было. Все делали с нуля. Меня, гражданка Украины, делают бомжом. Наверное, так нужно нашему государству, чтобы было больше бомжей у нас в Украине. А гражданку России, которая не была здесь прописана, никакого отношения к этой квартире не имела, ей отдают всю мою квартиру. Правозащитники уверяют, это дело типичное для постреволюционной Украины. Квартирные мошенники всегда активизируются при демократических режимах. Антикоррупционных структур за последнее время появилось много. Но вот реальной борьбы не наблюдается. Дело Натальи Алексеевны усложняется еще и тем, что квартиру она приобрела в ипотеку. А вот российская претендентка на ее жилплощадь этот факт не учла. Теперь адвокаты настаивают на введении в дело и третьей стороны – банка, чьи интересы тоже надо отстаивать. Тем временем правозащитники предостерегают потенциальных покупателей. Прежде чем присматривать квартиру, проверьте все юридические нюансы. Не стоит сегодня верить, скажем так, не то, что там не верить риэлторам. Это их работа, но лучше всего перепроверять. То есть вы можете свободно, в свободном доступе, заплатив небольшие деньги, сами убедиться по поводу того или иного имущества. Прежде всего, сегодня это есть доступная информация на сайте Министерства юстиции. Можно посмотреть факт о том, что имущество принадлежит тому или иному лицу, которого вы приобретаете. Сейчас эксперты фиксируют новую волну нотариальных афер. В последний раз это явление наблюдали в 2009-м. Правозащитники говорят, когда покупательская способность людей увеличивается, растет и количество мошенников. А все это – результат провальной социальной политики. Поэтому наш совет – будьте бдительными. Наталья Лещинская, прежде чем купить квартиру, получила одобрение нескольких юристов. Анастасия Левкович, Григорий Евич, Телеканал Репортер.